Беседа 15. Римлянам 8.28 Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Мне кажется, что все это место обращено у апостола к тем, которые находятся в опасности. Лучше же сказать, к ним относится не только это, но и то, что было сказано несколько выше. Там сказано, что нынешние временные страдания ничего не значат. В сравнении с той славой, которая откроется в нас, и так же вся тварь воздыхает, а равно сказанное и выше, что мы спасены в надежде. Все это относится к людям, находящимся в напастях. Апостол учит их избирать не то, что сам я не почитаю для себя полезным, но то, что внушает дух. Ведь многое им представляется полезным, а в самом деле приносит великий вред. Так покой, освобождение от опасностей и безмятежная жизнь кажутся для них полезными. И удивительно ли, что они так думают, как вскоре самому блаженному Павлу представлялось то же самое. Но однако он впоследствии понял, что полезное совершенно противоположно тому и понявше возлюбил. После того, как он три раза молил Господа освободить его от бед и услышал в ответ «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». То стал уже радоваться. Тогда был гоним, терпел обиды и невыносимые страдания. Поэтому, говорит, я благодушествую в досаждениях, в бедах, в изгнаниях. Потому он и говорил, а о чем молиться, как должно, мы не знаем. И всех убеждал предоставить это Духу, потому что Святой Дух весьма о нас печется. И это угодно Богу. И так, подготовив их всех этим, он присовокупляет и теперь сказанное употребляет довод, достаточный к тому, чтобы ободрить их. Ибо знаем, говорит он, что любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу. Когда же, говорит, все, разумеет и то, что нам кажется прискорбным. Хотя и постигла тебя скорбь или нищета, узы или голод, смерть и другое подобное. Но Бог властен изменить все это в противоположное, так как его неизреченной силе свойственно делать для нас легким и обращать нам на помощь то, что кажется тяжелым. Потому апостол не сказал, что с любящими Бога не случается что-либо неприятное, но говорит, что им все содействует ко благу. То есть Бог самое бедствие употребляет для прославления бедствующих. А это гораздо важнее, чем воспрепятствовать наступлению несчастья или отвратить его, когда оно случилось. Так сделал Бог из пещи вавилонскую. Он не воспрепятствовал вернуть святых отроков в печь. И когда они были вержены, не угосил пламени. Но оставив его гореть, посредством этого пламени сделал отроков более достойными удивления. И на апостолах показал Бог разные подобные чудеса. Если люди, умеющие любомудрствовать, могут из вещей делать употребление противоположное их природе, и живя в бедности, казаться достаточной и богатых, и сиять даже из бесчестий, то тем более Бог на любящих Его покажет не только что-нибудь подобное, но и гораздо большее. Нужно только одно – любить Его искренне. А все остальное последует само собою. Как для любящих Бога и то, что, по-видимому, вредно, обращается в пользу, так нелюбящим Его вредит и полезное. Иудеям все служило во вред. И явления чудес, и правота догматов, и любомудрее учения. Заодно называли они Христа беснующимся, за другое – богопротивным, а за чудеса покушались убить Его. Напротив, разбойник, распятый, пригвожденный, поносимый, претерпевающий бесчисленные страдания, не только не понес никакого вреда, но еще получил от этого величайшую пользу. Видишь ли, как любящим Бога все содействует ко благу. И так, сказав об этом великом благе, превышающем всецело человеческое естество, так как оно для многих казалось невероятным, апостол удостоверяет в этом на основании происшедшего. Притом, говорит, знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, заметь, что благо это начинается со времени призвания. Почему же Христос не призвал всех сначала, и самого Павла призвал не вместе с прочими, тогда как такая срочка представлялась вредною? Но, однако, самые дела показали, что она была полезна. Говорит же здесь, говорит апостол, о предуведении для того, чтобы не все приписать званию, потому что в таком случае стали бы спорить и язычники, и иудеи. Ведь если достаточно было одного звания, то почему не все спаслись? Потому он и говорит, что спасение званых совершено не одним призванием, но и предуведением. Призвание же не было вынужденное и насильственное. Итак, все были призваны, но не все послушались. Ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу сына своего, дабы он был первородным между многими братьями. Замечаешь ли высоту чести? Чем был единородный по естеству, тем они стали по благодати. Однако апостолу было недостаточно сказать сообразно, но он присовокупил еще быть ему, первородному, и этим не ограничился, но и после этих слов прибавляет во многих братьях, желая всеми способами показать явное родство. Впрочем, все это должно разуметь относительно воплощения Сына Божия, потому что по божеству он есть единородный. 680. Видишь, сколько сообщено нам благодатных даров. Итак, не сомневайся относительно будущих даров, тем более что апостол представляет и другое доказательство Божия человеколюбия, говоря, что это было прообразовано так из древли. Люди делают о других заключениях на основании дел, но Богу изначально все известно, и он из древли имеет к нам расположение, потому апостол и говорит, а кого он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал, а кого оправдал, тех и прославил, оправдал бани и возрождение, прославил благодати усыновления. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Апостол как бы так говорит, не упоминай мне более об опасностях и злоумышлении против тебя всех, если некоторые не верят будущему, но они ничего не могут сказать против благ уже дарованных, например, об изначальной к тебе Божьей любви, оправдании, славе, Бог даровал тебе это посредством того, что для тебя казалось прискорбным. Ты считал позорным крест, побои, узы, и все это послужило к исправлению целой вселенной. Как не жестоко тебе кажется, что претерпел Христос, но Он обратил это в свободу и спасение всей природы. Так и то, что переносишь ты твои страдания, Бог обыкновенно обращает в славу тебе и похвалу. Если Бог за нас, то кто против нас? Но кто же не против нас, спросишь ты? Против нас целая вселенная, и мучители, и народы, и родственники, и граждане. Но однако все те, которые против нас, так далеки от возможности вредить нам, что невольно делаются для нас виновниками венцов, ходатаями бесчисленных благ, так как Божья премудрость обращает все козни к нашему спасению и славе. Видишь ли, как никто не оказывается против нас. И Иова сделала знаменитым то, что против него вооружился дьявол. Дьявол воздвиг против него друзей, жену, раны, домашних и бесчисленные другие ухищрения. Однако же, ничто не было против него. И это еще не велико было для Иова, хотя само по себе и было весьма велико. А для него гораздо важнее было то, что все кончилось в его пользу. Так как за него был Бог, то все то, что, по-видимому, было против него, оказалось в его пользу. То же случилось и с апостолами. Иудеи, язычники, лже-братья, правители, народы, голод, нищета и бесчисленные бедствия восстали против них. Но ничто не было против них. Все это сделало их особенно знаменитыми, славными и достойными похвалы перед Богом и перед людьми. Итак, пойми, что то слово, которое произнес Павел о верных и истинно распявшихся, не мог бы сказать о себе и увенчанной диадемою. Против последнего вооружаются многие наплеменники, делают покушения враги, злоумышляют телохранители, часто восстают многие из подданных, а против верующего, строго исполняющего закон Божий, не может восстать ни человек, ни демон и ничто другое. Если ты лишишь его имущества, то доставишь этим награду. Если худо отзовешься о нем, то своим зловещием сделаешь его блистательнее перед Богом. Если доведешь его до голода, тем большее для него слава и большее воздаяние. А если предашь смерти, что всего ужаснее, тем сплетаешь ему мученический ленец. Что может сравниться с жизнью человека, против которого ничто не может стоять, которому и намеревающиеся причинить зло, не менее приносят пользу, чем и сами благодетели. Потому апостолы говорят, есть ли Бог за нас, кто против нас? Потом, недовольствуясь этими словами, представляет и здесь тот величайший признак Божьей любви к нам, к которому он всегда обращается, именно смерть сына. Не только, говорит, оправдал, но и прославил, и соделался ответственными тому образу, но и сына не пощадил для тебя. Поэтому и добавил, тот, который сына своего не пощадил, но предал его за всех нас, как с ним не дарует нам и всего. Апостол говорит с выразительностью и большой горячностью, чтобы показать любовь Божию. Как Бог оставит нас, ради которых не пощадил сына своего, но за всех нас предал его. Пойми же, насколько велика благость не пощадить своего сына, но предать, предать за всех ничтожных, неблагодарных, врагов и богохульников, как с ним и не дарует нам всего. Слова эти означают следующее. Если Бог даровал нам сына своего, и не просто даровал, но предал закланию, то, приняв в дар самого владыку, почему ты еще сомневаешься во всем прочем? Имея Господа, почему ты недоумеваешь относительно прочих даров? Кто даровал врагам более важное, тот неужели не дарует друзьям менее важное? Кто будет обвинять избранных Божиих? Бог оправдывает их. 681. Это сказано против утверждавших, что вера нисколько не приносит пользы, и против сомневающихся в возможности мгновенного изменения. И смотри, как быстро апостол заградил им уста при помощи достоинства избравшего, и не сказал, кто будет обвинять рабов Божиих, но избранных Божиих, потому что избрание есть знамение добродетеля. Если занимающиеся объезживанием молодых коней признают их способными к бегу, то никто не может опорочить его, и всякий, кто станет обвинять его, становится смешным. Тем более смешны те, которые обвиняют, когда сам Бог избирает души. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одеснует Бога, он и ходатайствует за нас. Апостол не сказал, Бог отпускает грехи, но что гораздо важнее, Бог оправдал. Если приговор судьи, и при том такого судьи, объявляет кого правым, то чего заслуживает обвинитель? И так не должно бояться ни искушений, потому что за нас Бог, который и доказал это своими делами. Не иудейского пустословия, потому что Бог избрал, оправдал нас, а еще, что удивительнее, оправдал смертью Сына. Кто нас осудит? Когда сам Бог венчает, когда Христос за нас заколается, и не только заколается, но и после этого ходатайствует за нас. Явившись в собственном своем достоинстве, Он не прекратил своего о нас промышления, но ходатайствует о нас и постоянно сохраняет к нам ту же самую любовь. Он не ограничился просто закланием, но что особенно доказывает величайшую любовь, не только совершает все, что от него зависело, но и умаляет об этом другого. Это одно апостолу пожелал выразить словом, ходатайствует. Беседует человека любиво и снисходительным, чтобы показать любовь. Равным образом из слова не пощадил, если принять его не в таком смысле, будет следовать много несообразного. А чтобы ты понял, что именно это апостол хочет раскрыть, он, сперва сказавши, что Христос есть одесную, потом присовокупил ходатайствует за нас, чем и доказал равночестие и равенство. Так что ходатайство надо бы уже представлять проявлением не меньшего достоинства, но одной только любви. Когда он сам есть жизнь, источник всех благ, имеет равную с отцом власть, воскрешает мертвых, и животворит, и все прочее делает, то как он может нуждаться в ходатайстве для оказания нам помощи? Кто лишенных надежды и осужденных освободил от осуждения собственной властью, сделал праведными и сынами, возвел их на высочайшую степень чести и осуществил на деле то, чего и ожидать было невозможно? Тот после совершения всего этого и после возведения естества нашего на царский престол нуждался ли в ходатайстве о том, что более легко? Видишь ли, как все служит доказательством, что слово ходатайствует, апостол употребил лишь для того, чтобы выразить горячность и силу любви его к нам, так как и сам Отец представляется умоляющим людей о примирении с Ним по Христе, ибо сам Бог умоляет, примиритесь с Богом. Но однако, когда Бог увещевает, и когда люди бывают от имени Христа посланниками к людям, 2 Коринфянам 5.20, то мы не представляем при этом ничего унизительного для такого достоинства. Но из таких выражений заключаем только об одном – именно о силе любви. Так поступим и здесь. Потому если дух ходатайствует воздыханиями неизглагованными, если Христос умер и ходатайствует за нас, если Отец не пощадил ради тебя Сына Своего, избрал тебя и оправдал, то чего ты боишься, чего трепещешь, пользуясь такой любовью и таким попечением. И апостол, показав великое нас промышление свыше, со всей уже свободой продолжает речь свою и не говорит, что и вы должны столько же любить Бога, но как бы приведенный в восторг этим неизреченным промыслом восклицает, кто отлучит нас от любви Божией – скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч. Как написано, «За тебя умершляет нас каждый день». Обрати внимание на мудрость блаженного Павла. Он не упомянул о том, что ежедневно уловляет нас в плен, о любви к деньгам, о страсти к славе, о власти гнева, но перечисляет то, что гораздо мучительнее этого и способно победить самую природу, указывает на то, что часто против нашей воли потрясает крепость ума. Именно говорит о скорбях и теснотах. И хотя легко перечислить все сказанное, но каждое слово заключает в себе бесчисленные ряды искушений. Когда апостол говорит о скорби, то разумеет и темницы, и узы, и доносы, и изгнания, и все прочие бедствия. Одним словом указывает на беспределение, море опасностей. И в одном выражении открывает перед нами все человеческие злоключения. И несмотря на это, он отваживается на все эти бедствия. Потому апостол и употребляет образ речи, вопросительный, как бы немало не сомневаясь, что кто так любимый, находится под таким промышлением, того ничто не может отлучить от любви. А потом, чтобы ты не подумал, что эти бедствия являются признаком оставления, апостол приводит и слова пророка. За тебя умерщвляет нас всякий день, считает нас за вес обрещенных на заклание. Псалом 43. То есть, нам определено терпеть зло от всякого. Но при столь многочисленных и великих бедствиях, среди этих необычайных несчастьей, для нас служат достаточным утешением самая причина подвигов, или, правильнее сказать, не только достаточным, но и гораздо большим. Так как мы терпим, это говорит апостол, не для людей, и не для чего-либо житейского, но для царя всяческих. И не этим одним, но и другими многоразличными и многоцветными венцами он опять украсил подвижников. Так как им, как людям, невозможно подвергнуться смерти много раз, то апостол доказывает, что от этого награды нисколько не уменьшаются. Хотя по природе человеку дарован жребий умереть только однажды, но если захотим, Бог даровал нам возможность ежедневно подвергаться этому по своей воле. Отсюда ясно, что мы переселимся, имея столько венцов, сколько проживем здесь дней, или даже число венцов будет больше, потому что в один день можно умереть и однажды, и дважды, и много раз. Тот, кто уготован на это, всегда получает совершенную награду. Это разумелый пророк, сказав весь день. Апостол же привел слова его для большего ободрения слушателей. «Если жившие в Ветхом Завете, говорил он, имевшие награды трудов своих землю и то, что разрушается вместе с настоящей жизнью, настолько презирали настоящую жизнь, искушения и бедствия, то какое извинение можем иметь мы, которые после неба, горнего царства и незреченных благ пребываем в лености и не достигаем даже той меры, какой достигали ветхозаветные?» Апостол, однако же, не сказал этого, но, предоставив это совести слушателей, довольствуется одним свидетельством и доказывает, что тела их суть жертва и что они не должны страшиться и смущаться, потому что так устроил сам Бог. Апостол предлагает им и другого рода увещания. Чтобы кто-нибудь не сказал, что он просто любомудрствует, вопреки действительному опыту, он и присовокупил, считает нас за овец, обреченных на заклание, означая этим то, что апостолы ежедневно подвергались смерти. Замечаешь ли мужество и кротость? Как овцы не противятся, когда их заколают, так и мы, говорит Павел. Но так как человеческий разум и после стольких примеров по своей немощи страшился множество искушений, то смотри, как апостол снова восстанавливает слушателя, возвышает его и возвеличивает, говоря, «Но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас». То и удивительно, что мы не только побеждаем, но побеждаем тем самым, посредством чего злоумышляют на нас, и не просто побеждаем, но препобеждаем, то есть со всей легкостью, без трудов и потов. Повсюду мы воздвигаем памятники побед над врагами, не только тогда, когда в самом деле терпим, но даже тогда, когда лишь подготавляем к тому душу. И весьма справедливо, потому что Бог нам споборствует, «Итак, поверь, что мы, будучи подвергаемы побоям, одолеваем наносящих их, будучи изгоняемы, побеждаем гонителей и, умирая, поражаем живых. Когда примешь во внимание Божью силу и любовь, то увидишь, что нет никакого препятствия для совершения таких чудесных и необыкновенных действий и для чрезвычайного воссияния победы. Апостолы не просто побеждали, но со многими чудесами, так что можно было понять, что у них была брань с злоумышляющими не против людей, но против той неодолимой силы. Смотри, как иудеи, окружив их, недоумевают и говорят, «Что сделаем с ним человеком?» Деяния 4,16 «То и удивительно, что те, которые задерживают их и требуют отчета, связывая их и подвергая избиению, недоумевали и были затруднены, будучи побеждены теми, кого они надеялись победить. Ни мучитель, ни палачи, ни полчища бесов, ни сам дьявол не могли победить их. Но напротив, все они совершенно побеждены и видят, что все то, что они замышляли против них, обращается в их же пользу». Поэтому Павел и сказал, «Побеждаем». Это был новый способ победы одолевать посредством противоположного. Никогда не быть побеждаемым и выходить на состязание, как бы имея в своей воле окончание битвы. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашим. 685. Велико сказанное, но мы не понимаем этого, так как не имеем настолько великой любви. Но хотя сказанное велико, апостол желает показать, что оно ничто в сравнении с той любовью, какую возлюбил Бог, о своей любви говорит после любви Божией, чтобы никто не подумал, что он превозносит самого себя. И смысл слов его таков. Чему говорить о настоящем и о неразлучных с этой жизнью бедствиях? Хотя бы кто-нибудь мне указал на будущее состояние и силы, каковы жизнь и смерть, ангелы, архангелы, все горние твари. И этого для меня мало в сравнении с Христовой любовью. Если бы кто-то стал угрожать мне будущее нескончаемой смертью, чтобы отлучить меня от Христа или обещал бы мне бесконечную жизнь, я не согласился бы. Зачем же нужно говорить о земных царях, о народных правителях, именно о том или другом из них? И если ты мне укажешь не ангел на ангелов, на все горние силы, на все существующее, на все будущее, то в сравнении с любовью Христовой все для меня мало. Все, что находится на земле, что на небе, что под землей, что превыше небес. Потом, так как и этого было недостаточно для изображения сильной любви, которую апостол имел, он представил нечто другое, настолько же великое, и говорит, никакая другая тварь. Это означает следующее. Если бы существовала другая подобная тварь, как видимая, так и непостигаемая умом, и тогда ничто не отслекло бы от этой любви. Выразился же так апостол не потому, чтобы или ангелы, и другие небесные силы действительно отвлекали его от Христа. Нет. Но желает представить в высшей степени ту любовь, какую имел он ко Христу. Он любил Христа не ради принадлежащего Христу, но ради самого Христа. К нему стремлял взор свой и одного страшился. Отпасть от этой любви. Отпасть от любви Христовой для него было ужаснее самой гиены. Равно как пребывать в любви вожделении Царства. Итак, чего же можем мы быть достойны, как скоро апостол в сравнении с Христовой любовью не удивлялся тому, что он о небесах. А мы предпочитаем Христу, лежащее в грязи и в пыли. Он из любви ко Христу готов был подвергнуться гиене и лишиться Царства, если бы ему предстояло то и другое. А мы не можем пренебречь и настоящей жизни. Неужели мы достойны даже обуви апостола, будучи так далеки от величия Духа Его? Он и самое Царство вменял ради Христа не во что, а мы презираем Христа и придаем большее значение тому, что принадлежит Христу. И хорошо было бы, если бы мы высоко ценили хотя бы принадлежащее Христу. Но теперь оставил и это, а также Царство, которое предложено было нам. Мы каждый день гоняемся за тенями и призраком, хотя Бог по своему человеколюбию и величайшей кротости сделал то же самое, что делает чадолюбивый Отец, который, видя, что частое наставление Его не нравится Его Сыну, благоразумно предлагает их иным образом. Так как мы не имеем надлежащей любви к Богу, то Он предлагает нам многое другое, чтобы удержать нас при себе. При всем том мы не остаемся с Ним, но бежим от Него к детским играм. Не таков был Павел, но как благородный, свободный и любящий Отца Сын, Он ищет только одного — быть вместе с Отцом, остальному не придает большего значения, а лучше сказать, Он во многом превосходит такого Сына. Он не одинаково ценит Отца и принадлежащий Отцу, но когда обращает взоры на Отца, него что считает принадлежащие Ему и предпочел бы терпеть с Ним наказания и побои, нежели веселиться вдали от Него. 686 Итак, ужаснемся мы, которые не можем презреть денег для Бога, или лучше сказать, не можем презреть денег для самих себя. Один Павел терпел все подлинно для Христа, не для Царства, не для чести, но из любви ко Христу. А нас ни Христос, ни все Христово не отвлекает от житейских занятий, но как змей, как ехидны или свиньи, или как все это вместе, мы пресмыкаемся в грязи. Чем мы лучше этих животных, когда имея столь многие великие примеры, все еще смотрим вниз, и даже немного не можем посмотреть на небо. Бог за тебя предал Сына, а ты не даешь и хлеба Ему, за тебя преданному, за тебя убиенному. Отец для тебя не пощадил Его, не пощадил притом истинного Своего Сына, а ты не обращаешь и внимания на него, когда он томится голодом и при том готовясь растратить его собственность и растратить для себя. Что может быть хуже такого беззакония? Ради тебя предан, ради тебя умершлен, ради тебя странствует, терпя жажду, ты даешь из его же собственности, чтобы получить от этого пользу, но ты несмотря и на это не даешь ничего. Не без чувственней или всякого камня те, которые при стольких побуждающих обстоятельствах остаются в такой дьявольской жестокости. Христос не ограничился только смертью и крестом, но благоизволил сделаться нищим, странником, бесприютным, нагим, был заключенным в темницу, терпел болезни, чтобы хотя этим привлечь тебя к себе. Если ты не воздаешь мне за это, что я страдал за тебя, говорит он, то жалься надо мной ради нищеты. Если не хочешь жалиться над нищетой, тронься моей болезни, умилосердись ради уст. Если же это не склоняет тебя к человеколюбию, обрати внимание на легкость просьбы. Я не прошу ничего дорогого, но хлеба, приюта и утешительного слова. А если после этого склонись жалостью хотя бы к самому естеству, видя меня на гимн, и вспомни о той ноготе, которую я терпел за тебя на кресте. А если не хочешь вспомнить о ней, представь ноготу, какую терплю в лице нищих. И тогда нуждался я для тебя, и теперь для тебя же нуждаюсь, чтобы ты тронувшись тем или другим захотел оказать какое-нибудь милосердие. Для тебя я постился и опять для тебя же терплю голод, жаждал лися на кресте, жажду и в лице нищих, только бы тем или другим привлечь тебя к себе и для твоего же спасения сделать тебя человеколюбивым. Потому хотя ты обязан мне воздаянием за бесчисленные благодеяния, но я не прошу тебя как у должника, а венчаю тебя как за дар, и за это малое дарю тебе царство. Я не говорю избавь меня от нищеты или дай мне богатство, хотя именно для тебя я обнищал, но прошу только хлеба, одежды, небольшого утешения в голоде. Когда нахожусь в темнице, я не принуждаю снять с меня узы и вывезти из темницы, но ищу только одного, чтобы ты навестил связанного за тебя, и это принимаю за большую милость, и за это одно, дарю тебе небо, хотя я избавил тебя от самых тяжких уз, но для меня достаточно и того, если ты захочешь увидеть меня связанного. Конечно, я и без этого могу увенчать тебя, однако же хочу быть должником твоим, чтобы венец принес тебе и некоторое дерзновение, и потому, имея возможность пропитать сам тебя, себя, я хожу и прошу, стою у дверей твоих и простираю руку, я желаю от тебя именно получить пропитание, потому что сильно люблю тебя, я стремлюсь к твоей трапезе, как это и бывает у друзей, и хвалюсь этим перед лицом целой вселенной, услышания всех и показываю всем своего кормильца, мы когда у кого-нибудь питаемся, стыдимся этого и обыкновенно скрываем, но сильно нас любящий Христос, хотя бы мы и молчали, всем рассказывает о случившемся со многими похвалами и не стыдится сказать, что мы одели его, когда он был наг, накормили, когда он был голоден, размыслив о всем этом, не остановимся на одних только похвалах, но исполним слова наши на деле. Какая польза от этих рукоплесканий этого шума? Я требую от вас только одного, доказательства на деле, повиновения в действительности. Это моя похвала, это ваше приобретение, это блистательные для меня диадемы. Итак, вышедшие отсюда, вы и себе и мне приготовьте венец руками нищих, чтобы в настоящей жизни питаться нам доброй надеждою, и переселившись в будущую жизнь, достигнуть бесчисленных благ, получить которые да будет дано всем нам благодать и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу и Святому Духу слава, держава, честь, ныне и пресно и во веки веков. Аминь.